И напоследок три вопроса из зала. Готовы? Начинает у нас команда «Дискаверин». Находчивые школьники подкапливают бомжей за то, что те ходят вместо их родителей на родительские собрания. Совсем находчивые, друзья. Замечательно. Это у вас так часто, да, в тамбурке? У нас нет бомжей. Кто-то готов? Ладно, нет. Ну, все, что-то какое-то. Чем помогать? Подсказка, да? Чем помогать? Да. СМСки отсылает? Давай, Александр. А, он тоже. Раз, раз. Вопрос от 2-2. Находчивые школьники подкармливают бомжей за то, что те вместо их родителей ходят на родительские собрания. Попов Федор Федорович подкармливает команду самозванца для того, чтобы привезти их в храбали. А, он тоже. Находчивые школьники подкармливают бомжей за то, что те ходят в местных родителей на родительские собрания. Потому что иногда даже бомжи лучше в качестве родителей. Вариант нашего ответа. Находчивые школьники подкармливают бомжей за то, что те ходят в местных родителей на родительские собрания. В связи с этим Иванов. Иван занесен в книгу рекордов Гиннеса. Он 17 суток просидел в туалете, скрываясь от отца, который пришел в родительское собрание. Мал, у меня к вам такой вопрос. Что такое меню? Что такое меню? Вообще, это серьезно. Ответ команды Discovery. Что такое меню? Это кнопка на телефоне. Да. В этом случае мне бы... Меню? Ну, можно идти бью. Что такое меню? Меню — это специальный блюд, который только что хватит. А у нас такой вопрос. Кто же они, пионеры? Что? У нас такой вопрос. Кто же они, пионеры? Специально для тебя блю. Готовь уже, да? Он как меню. У нас вопрос. Кто же такие пионеры? А у нас вопрос. Кто же такие самозванцы? Арман, я думал, ты оттуда яблочко начнешь отсылать. А у нас вопрос. Кто же такие пионеры? Это дети красной шапочки. Да. Красные пилотки, красные пилотки, синий костюм и белые рубашки. Они пионеры. Это участник или кто? Это не твой. Ты хотел сразу отстреляться, я понял. Тихо. Да, дискалы начинаешь. Она решила во все микрофоны сегодня поработать. Музыка Трудовик стал бизнесменом. Он продавал мебель, которую изготавливали его ученики на уроках труда. Вопрос-так вопрос. Серьезные вопросы. Да. Да. Здорово, Илья Наш. Нормально, иди уже. Не, не, я сиденье. Меню еще не готов. Вадим. Он с меню разобраться не может, а ты ему такие слова не вопросил. Чай подарок. Он чухует сюда? Ты что, где он? Переоток. Никто не может. А кто-то переодевается, что ли? Раздевается. У них же такая команда. Музыка Трудовик стал бизнесменом, продавая мебель, которую изготавливали его ученики на уроках труда. А у нас учительница литературы стала зарабатывать миллионы благодаря тому, что ее ученики стали рассказывать стихи в метро. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты еще начинаешь? Станцуй, я больше. Давайте свой ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Если трудовик стал бизнесменом, продавая мебель, которую его ученики изготавливали на уроках труда, ну и водитель школьного автобуса не стал отставать, он стал сливать и продавать бензин, теперь ученики ходят пешком, толкая автобус от школы и обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И задавай вопрос, тогда чушь. Ну и теперь второй наш вопрос. О чем думает пионер, лежа на гвоздях? Аминюк. АПЛОДИСМЕНТЫ О чем думает пионер, лежа на гвоздях? Аминюк. Он думает, в какую больницу он попадет. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, у нас одна районная больница, да. Но мы городские. Самознанцы, мы ждем вас. А, в смысле, в какое отделение? В какое отделение? Паталка анатомическая. О чем думают пионеры, лежа на гвоздях? Как выполнить стахановские планы лежащего перед ним, пионеры? Свой ответ. О чем думают пионеры, лежа на гвоздях? Или я тупой, или гвоздей. Да. Что морковка улучшает зрение? Черника. Говорят, что морковка улучшает зрение. Черника у вас. Хороший вопрос. Вкусный. Сладкий. Оранжевый. Алексей Владимирович, половину вопросов можно вам переадресовать, да? Там про отделение, в какой пионер попадет. Про морковку. Говорят, что морковка улучшает зрение. А говорят, что огурец причащает театру. Я как Станиславский в этом не верю. Да. Ну и свой, свой ответ. Говорят, что морковка улучшает зрение. Конечно, да когда-нибудь зайца в очках. Видел? Я профессиональный вопрос тоже задам. Что будет, если медицинскую сестру, кстати, сегодня день медицинской сестры скрестить с участковым инспектором полиции? Вопрос. Что будет, если медицинскую сестру скрестить с участковым инспектором полиции? А у нас встречный вопрос. Что будет, если жабу скрестить с попугая? Попужай или же бугай? Что будет, если медицинскую сестру скрестить с участковым инспектором полиции? А у вас неплохая фантазия. Что будет, если медицинскую сестру скрестить с участковым инспектором полиции? Получится предпочтение сестра. Если участковую медсестру скрестить с участковым инспектором полиции? Это будет медикамент. Ну что, Елена Дуазовна, ваш вопрос, да? Да. Ну, вот, Алексей Владимирович, по своей профессии, а я политический вопрос. Вы в пижаме лежите на диване. Звучит гимн Российской Федерации по телевизору. Что сделать, чтобы остаться патриотичным и не нарушить свой вечерний отдых? Повторяю вопрос, да? Вы лежите на диване в пижаме, смотрите телевизор. И вдруг звучит гимн Российской Федерации. Что сделать, чтобы остаться патриотичным и не нарушить свой вечерний отдых? Изобразить Ленина? Да, да, он же в этом лежит. А, вот так. Мы за лестницей. Хорошо. Значит, вы лежите на диване в пижане. В телевизоре звучит гимн Российской Федерации. Что сделать, чтобы остаться патриотичным и не нарушить свой вечерний отдых? Остается только петь гимн России лежа. Правда. И ножкой так ножкой. Первая школа есть ответ? А, еще один? Понравился вопрос. Так, повторять нужно, да? Вы лежите в пижане на диване. И вдруг по телевизору звучит гимн Российской Федерации. Что сделать, чтобы остаться патриотичным и не нарушить свой вечерний отдых? Остается выключить телевизор. Да. Ну и команда СОВА. Ваш ответ есть? Они там уже спорят, спорят. Какой правильный ответ. Вы лежите в пижаме на диване. И вдруг по телевизору звучит гимн Российской Федерации. Что сделать? Простите, конечно, но, к сожалению, я не могу себе представить такую ситуацию. А вы всегда гимн стоя принимаете? Не только стоя, но даже на улице, смотря на звезды. Здорово. Ведь это моя страна. Замечательно. Так, еще раз повторяю. Слушайте, столько вариантов у человека. Вообще поразительно. Вот смотрите, вот этот молодой человек все время лежит на диване в пижаме. И вдруг случайно звучит гимн Российской Федерации. Как сделать, чтобы ему остаться патриотичным и не нарушить свой отдых? А какая разница, живу-то я в Англии. В команде Дискаври легионер у нас. Когда я задавала себе такой вопрос, я была солидарна со Сыкульевым, как ни странно. Но это ни о чем не говорит. Все молодцы. Не желаю еще задать вопрос. Почему у зайца нет хвоста? Почему у зайца нет хвоста? Да. Хорошо. Почему это ответ? Вопрос из зала был, почему у зайца нет хвоста, друзья? Он у меня в штанах, я могу его показать. Вопрос повторите, пожалуйста. Почему у зайца нет хвоста? Почему ты со мной ответ знаешь? Что вы? Позвоните мне, договоримся лично. Дискавери! Дискавери! Я просто так вышел. Что вы, отвечаете? Хорошо уши маленьких размеров. А то бы вся команда по очереди выходила просто так. Отвечает сова, да? Нет? Нет ответа. И что, друзья, закончим, да, на этом? В смысле, не игру, разминку.